Всем доброе утро, ребятки! О, опять вороны, смотрите! Летают, прям нашествие ворон какое-то! Лену в школу провожаю, на градуснике у нас плюс один градус! Ой, сегодня насыщенный день у меня такой, короче! Надо этот самый, по списку, по списку на день рождения докупить, потому что день рождения уже завтра, всё, сегодня 24-е, завтра 25-е, докупить, что я не купила, мне ещё грибы найти надо, нормальные грибы не могу найти, красивые. Вот, торт, за тортом сходить. Короче, готовка, уборка. Ой, ласадка пришла, моя девочка хорошая. Так, что вот так вот. А, ещё и этот самый, там посылка пришла, надо посылку распаковать. Потом, что-то ещё хотела. А, насчёт машинки решить, мы, короче, в магазине увидели машинку. И вот думаем, брать, не брать, не знаю, короче. Надо деньги до кучи сложить, посмотреть. На день рождения же много уходит. Посмотреть, хватит, а мне хватит. По финансам, короче, машинка сдохла совсем. Ой, такие вот дела, ребятки. А, моя лосатень, лосатень мамина, хорошая девочка, хорошая, лысатая. Значит, пошла я заниматься делами, ребятки. Так, ребятки, на часах 7 часов 51 минута я начинаю что-то делать. Я хочу первым делом почистить селёдку, потому что это такое дело бозня. Повозиться надо, две селёдки у меня. Сейчас я почищу. Мне писали, кстати, комментарии. Юля очень часто в своих видео говорит об Андрее. Ну, о подписчике нашей, Андрюха Вдовин. Вот. Я особенно говорю просто, когда чищу рыбу. Объясняю, почему. Потому что у меня теперь рыба ассоциируется с Андрюхой. Я вспоминаю бедного Андрюху, который он просто... Сейчас я себя покажу, какая я с утреца заспанная. Вот такая вот. Короче, постоянно вспоминаю Андрюху, потому что он рыбу не любит, не ест. Ему противна рыба. И я всегда, когда чищу, вспоминаю... Представляю, вернее, как он сидит и вот так вот слушает. И сквозь пальцы так вот подсматривает на рыбу. Вот как-то так. Так, сейчас я перечищу. Снимать не буду, потому что я недавно буквально видео показывала, как я чищу селёдку. Это нудный, долгий процесс. Тем более я потом буду использовать пинцет. Вот такой вот обычный. Для бровей. Но он у меня уже не используется для этих целей. Он помытый с милом. Именно вот для рыбы косточки вытаскивать. Но другого у меня нет. Вот, поэтому я сейчас повожусь. Перечищу селёдочку. Одна пойдёт в селёдку под шубой, вторая на нарезку, на рыбную нарезку. Вот так вот. Доброе утро, ребята! Всем ещё раз доброе утречко! У нас завтрак. Вон пришли ко мне животные. Интересно, она с собой-то эта свекла? Она с собой-то эта свекла. Она когда-то в детстве, я помню, кушала. Вот, вот. Давай-давай. Давай-давай. Давай, полезно. Да что ты лижешь? Бери! Не стесняйся! Здесь все свои! Оп! Съела. На! Такая аккуратненькая! Соня бы уже вот так вот бы слюнями всё за это самое зафигачила. Так, ребятки, завтрак. Чё на завтрак? Смотрите. Каша ячневая, свеколка, яичко. Яйцо. Яичко, яичко, яйцо. Так, папка попросил хлеб с маслом. Пожалуйста. Да, мне охота не сейчас. Я это сделала. И чаёчек мы пьём. Всё, вот так у нас начинается утро. И бежим все по делам. День солнечный. Потом папка покажет, да? Что-то позавтрак покажет. Чё там, я уже на балкончик выходила. Там небо. Небо какое? Небо голубое. Голубое, да? Красиво, красота, солнышко. Мы не сторонники разбоя. Да, да. Всё. Приятного аппетита и вам, и нам. Спасибо, мамочка. А у нас, ребятки, солнце. Плюс один. На улице солнечно. На небе не облачко. Прикольно. Так, ребятки, готовлю дальше. Я делаю бризольки. Я уже тысячу раз показывала, как они делаются. Но всё же, новые подписчики и так далее. Смотрите, вот такие вот вафельные коржи продаются в магазинах. Ну, по крайней мере, в Украине у нас они есть. Думаю, что в России тоже продаются. Я знаю, что в Германии, по-моему, моих девчонки найти не могут. Ну, короче, вот такие вот коржи. Они у нас есть большие для тортов вафельных. А есть вот такие маленькие. Они так и называются. Бризоли. Вот. Это вот такие вот, смотрите, тоненькие коржики. Очень удобно, очень классно. Фарш берёте. Добавляете свой лук. Можно сыр добавить, всё что угодно. Накладываете вот таким вот небольшим слоем, чтобы оно прожарилось сильно, толсто не делаете. Потом вот так вот просто сверху накрывается. Взбиваю яйца, обмакиваю каждый в яйцо. Без всякой муки, без ничего. Просто яйца. И на сковородочке, на растительном масле обжариваю с двух сторон. Я сковородкой не накрываю, я их не пропариваю, потому что у меня вот фарша тоненький слой. Всё хорошо, отлично прожаривается. Ничего не сырой. Вот такие вот бризольки. Из этой упаковки у меня получится 21 штучка. Нормально. А стоит упаковка, по-моему, гривен 15. Варится у меня тут ещё картофан. Поставила компот. Это у меня здесь вишня и виноград дачные с дачи. Вот так вот. И включу этот самый. Я вчера пропустила, вышло два видео. Голи и Оля, ответы на комментарии. Хочу посмотреть. Вот уже начала. Буду готовить и слушать. Мне же тоже что надо. Вы же нас смотрите. Я тоже хочу кого-то посмотреть. А у нас, ребятки, солнышко. Небо чистое. Сонька вон лётает за кошкой. Соня, иди сюда. Та-дам. Та-дам. Идём мы в магазины. Да. Ещё за торт узнать. Может, его нету. Может, заказать на завтра надо. Большой-большой, красивенный такой торт. Я ещё хотела на рынке поставить свечку, которая как салют такая. Фонтан этот. В прошлом году мама приносила, по-моему, его было. А в прошлом году понимаешь, какие свечки были? Может, ты не вспомнишь. Лена еле вспомнила. Короче, которые бабушка принесла свечки специальные, которые дуешь, задуваешь, они не задуваются. Помнишь? Мамера разрядилась. Короче, свечки такие были, которые задуваешь. Они вроде потухли, всё, задул. А потом раз, они сразу зажигаются ещё раз. Помнишь? Лена говорит, только в этом году не надо такие свечки. О, как будет свечка. Классно, да? Здрасте, я вышла. Всем привет. Пойдём узнаем модель машинки. Да, мы там машинку стиралку присмотрели. Цена какая-то дешёвая. Посмотреть модель и в интернете отзывы почитать. Завершительные у нас покупки. Это хлеб. 16 гривен. Белый и чёрный. Не знаю почему, по 11 вроде бы. Потом зашла в магазин, купила такую. Вот она, видишь? Ну да, это больше. 14 гривен. Вот, видишь, насколько она больше. Красиво. Это фейерверк на торт. Потом лук зелёный ещё захватила. 6 гривен. И взяла одноразовые тарелки. Я подумала, у нас тарелок так много, когда менять между едой и когда сладкое подаёшь. Перемывать, потому что мы все будем на кухне. Неудобно, что я буду тарелки иметь. Одноразовый под тортик пойдёт? Пойдёт. По гривне штука 20 гривен. 20 тарелочек взяла. Пригодятся, пускай будут на всякий случай. Так, дальше. На рынке огурцы обалденные. Мне дедушка аж пол огурца отрезал. А я ж ему не скажу, я на диете, я такого солёного не ем. Мне пришлось пол огурца слопать. Но обалденные, вкусные. Как раз на оливье. Мне нравятся, потому что шлюни текут. Они квашеные. Но квашеные, квашеные в рознь. Есть такие квашеные, знаешь, мягкие. А эти, вообще, они хрустящие. Прям хрустят. 40 гривен килограмм, полкило 20 гривен. Нет, тут 450 грамм. И у него же взяла, смотри, такую штучку. 20 гривен. Свеженькая, только он попереливал в баночки. Аджика с хреном какая-то. Прикольно. Вот, такую штучку взяла. Попробуем, да? Потом в колбасный заходила. Блин, чек в кармане где-то остался. Ещё взяла колбаски. Потому что вам тоже надо, вы на обед бутерброды попросите. Ну да. Ликорская по 100 гривен килограмм. Здесь 450 грамм. Вот. И ещё кусочек сыра захвозила по 117 килограмм. Короче, колбаса-то у меня вышла на 95 или что-то такое гривен. Так, грибы. Шампиньоны я не нашла. Чего-то сегодня шампиньонов нет. Вешенки взяла. Вы какие-то прекрасные. Так они дешевле, чем шампиньоны. Сейчас я достану. Прям такая гроздь. 45 гривен килограмм. Они же вот так вот прям растут, их срезают. Прям вот смотри, такая семейство, семья. 45 гривен килограмм. Это на 32, по-моему, гривны. 700 с чем-то грамм. О, классные. Обалденные. Так, дальше что? Сельфо. Сельфо взяла, потому что у меня собаки и кошки страдают без каши с печенкой. Мама, а когда каша будет? Я говорю, дети, подождите. Значит, килограмм 33,99 на 45 гривен. Это не на один раз, а на раза два. Я им каши наварю, кашла, целую кастрюлю. И будут они питаться. Куриное филе на салат. Два штучки взяла. Сейчас скажу, ребятки, килограмм стоит... Ой, где оно? 109 гривен. Здесь на 80 гривен ровно. И вот такой вот хлеб взяла на бутерброды. Багета я нигде не нашла. В хлебном магазине багетов нет только серые, а мне надо белые. Вот такой вот батон. Ну, он довольно-таки узенький, видишь, пойдет. Стоит 13,19. И торт, ребят, торт большой, вкуснячий. 240 гривен обошелся. Здесь сказали, по-моему, то ли 16 кусочков, то ли 17, что-то такое. Называется, я запомнила, как он называется. Блин, Виктория, вот. Значит, он полностью ореховый. Типа как в Сникерсе орешков, там плюс бисквит, плюс вареная сгущенка. Прикольно. И вот то, о чем я говорю. А нужно один посмотреть, какой внутри. Оп. Вот. О, смотри, орехи. Орехи. И тут вот какая-то сгущенка. Вот видно? Мне кажется, что классный. Вот так аккуратно положить его на место. Оп. Все. И удобно, что, видите, уже порезанный, ничего резать не надо. Свечечки пойдут сюда, и все. Нормально. Прикольно. Да. Я вот думаю, в холодильнике для него места нет. А что, если я на балкон его поставлю? В холодильнике? Ну, давай на балкон. Нормально. Ну, да. Пока. Ну, места нет для него. Все, ребятки, вот такие покупки. Мы, сфоткала я название этой стиральной машины. Вот. Мы сейчас в интернете глянем, посмотрим отзывы. Да. Да? И подумаем. Так, ребятки, мне еще надо с собаком сварить кашу. Ну, кошкам, собакам. Я варю с печенкой. Просто в кастрюле нарезаю печенку. Очень, кстати, удобно печень резать. Это свиная печень, она подешевле, чем говяжья. Очень удобно резать вот так вот, когда она подмороженная. Мне сегодня повезло, как раз купила подмороженную. Короче, вот таким мелким губиком. Потому что, если крупно, то они выбирают, блин, печенку и кашу не едят. А так они с кашей очень хорошо ее кушают. В кастрюльку скидываю. И кашу я им варю ячневую. И причем, что Ласа, кошка, что Соня, собака, они обе это кушают. Им нравится. Потому что, короче, каши нет. От каши долго идет чувство сытости у них. Они долго не просят кушать. Ну, извините меня, именно на каше у меня поправилась кошка. Помните, какая она худющая была? Вот. Я убрала из ее рациона рыбу и полностью на каше. И она стала поправляться, поправляться. Такая красивая стала. И шерсть. Она перестала линять. У нее шерсть нормализовалась. Я так думаю, что это из-за каши. Вот. Вот что там. А сейчас вот два дня, короче, у них нету каши. То я даю им этот сухой корм. Ну, и там что со стола даю. Что сами кушаем. И она постоянно на кухне дрочит, постоянно голодная. А если каши вот она поест, она полдня как минимум на кухню не заходит. Для покушать. Значит, каши налетаются. Так что готовка полным ходом. Еще и ужин готовить, и собакам варить. Папка пошел побриться. Красоту наводит. Этот самый. Надо сейчас, мы елку хотим сегодня убрать. Потому что нам же надо вернуть назад сюда диванчик. У нас же тут два на кухне стоит. Иначе нам некуда гостей сажать будет. Ну, и так, елка, что у нас полкухни занимает. Надо ее убрать. А жалко, да, папка, выкидывать? Да. Елочку. Ну, а что поделаешь? Придется. Так, а вот это уже не сильно подмороженное. Уже не так удобно нарезать. Главное, ногти не порезать. Вместе с печенкой. Короче, вот печенка. Высыпаю два стаканчика 200-граммовых каши. И оно все варится. И так оно прикольно, потому что сама каша, она пропитывается запахом печенки. И поэтому они ее с удовольствием кушают. Ну, я так думаю, что им нравится. Ну, съедают по полной тарелке, вылизывают прям до дна, значит, нравится. Потому что они такие разбалованные, они обучой есть не станут. Что одна, что другая. Да, Ласа? Сидит, смотрит. Она же знает, понимает, что я ей кашу варю. Так, еще чуть-чуть. Или весь, не знаю, сейчас посмотрю. Так, все, ребятки, отключаюсь. Все, разбираем мы елку. Прощай, прощай. Прощай, елка. Будем тебя разбирать. Собирать мы будем в коробку. Вам не видно? Вот такая коробка обычная. Новая почта. Новая почта. И сюда будем складывать. И коробку потом где-то наш касс зафигачим, да? Ну да. Так, я поставила с Оваком кашу варить. Вот она. Ласа зашла, посмотрела, что тут происходит. И пошла. Так, вначале надо все это сейчас снимать. Ау, нет, это лучше игрушки, наверное, можно не начать. Хотя без разницы. Что там переделать, снимать. Сверху, да? Вот так вот. Так, 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 так. На. О, есть от меня какой-то толк, что ты ходишь, у тебя всегда толк, самый большой, ты кормишь нас, Марк. Понял? Самый большой толк, ты нас кормишь, а мне так это нравится. Мы без тебя уже совсем голоду померли, кто бы вам рады дьявол. Мы сами себе лень даже бутагрот сделать. И есть такое. Сам в нем думает, что резать колбасу, это же надо нож взять, порезать. Берешь, я колбасы просто откусываю. Нафига, мне надо резать, вырезать, нарезать. Матери просто делать нефиг, она и режет. Вот она, вот она. А наряжали мы дольше, чем разбираем. Да, ломать нельзя. Снежиночки. Видите, какие-то красивые снежиночки, они блестят. Боже, я сегодня бледная такая, у нас кашина. Вот оба мне. Понимаю, я все одновременно сегодня сделаю, да, папка? Да, конечно. Как ее лаврит. У меня еще варится куриное феве поставила на салат. Компот вкусный готов. Тут еще шарики на полу валяются. А я тут вижу кое-что. Что? Ласкина говно. Вот это сочи. Говно. Там у нее за дверью туалет, и она мимо туалет наделала. Блин. Вот так в говне живем, мать. Зато честно я призналась. Что? Говно лежит. Могла бы не сказать, да? Под елкой говно. Могла бы не сказать, правильно. Видишь? Ну да, я честная. Одна есть. Сюда же ее, да? Да, прям все вот так вот сверху. Прям в одну коробку. У нас же еще на балконе елка стоит. Пока же надо будет. Разгрестили. Соседи я вчера видела, тоже вчера вынесли елки или после чего вчера. Так, а эта длинная. Тут что смотана-перемотана. Сейчас, рассмотрим. Все, давай. Я сейчас посуду перебою. Как шо мне дальше делать, что готовить. Я вам папка еще макароны кварила на ужин. Спасибо, мамочка. Сейчас я придумаю еще какую-то подливку и еще. Мать, вы вообще молодец. Вчера эти самые десерты блинчики. Десерт оладушки. Оладушки, да. Приготавливаю. Только кто-то ел. Нужно их кушать. Сиди, мать. Сегодня буду есть. Они пахнут. Ну, не знаешь, а на самом деле они вкуснее прям в первый день. Вернее даже не то, что в первый, а только вот когда жиру сюда. С полужару, да. Мы с Масседрой так замяли ничего. Вот они прям вкусные. У них хрустящие бока вкусненькие. А на следующий день тоже ничего. Но разогревать надо хорошо, чтобы они мягенькими стали. Снова. Поэтому я всегда стараюсь немного их жарить, но у меня не получается немного. Все равно корыто получается. Как всегда. Нормально. Я вчера и Соня их ела. Да. Ну раз Соня их ест, значит я спокойно есть. Есть кому доедать. Потому что обычно мама за всеми доедала. Так, да. А чтоб есть, так и есть. Когда холодильник мне что-то залежалось, мне жалко выбрасывать, я доедала, доедала, доедала за все. Вот и наела себе. Животик. Как я это сказала? Сладочки. Да. Есть надо все, благодаря что хочешь. Просто меньше, если хочешь похудеть. Если ты меня тормозил, знаешь, так, мать, хорошая. А ты мне всегда кушай, кушай, дорогая. Кушай, кушай, любимая. Так, с тебя пример беру, мать, а ты ж нас постоянно кормишь. Кушайте, кушайте. Потому что я мать. Да, я мать. И я умею танцевать. Я хочу, ребятки, некоторые блюда приготовить сегодня. Такие, как, допустим, у меня будут, короче, тушеные в сметане грибочки. Сейчас я вам покажу. Кормочки. Что-то, что-то типа, наподобие жульена. Короче, грибочки. Сметана. Но сметана совсем чуть-чуть, чтобы жидко не получилось. Вот. У меня есть вот такие вот корзиночки. Помните, я покупала? И я эти грибочки складываю. Никогда такое не делала. Не знаю. Только вот придумала. В корзиночки положу грибочки. Сверху сыром засыплю. И не знаю, вот как, либо в духовку на 5 минут их, чтобы сыр расплавился. Либо в микроволновке, я еще подумаю, не знаю, как лучше. Вот. И в корзиночках будут такие грибочки сверху с сыром. Понимаете? Мне кажется, идеальная закуска. Очень вкусно должно быть. Вот. Но я обычно шампиньоны жарю. Но вешенки, я не думаю, что будет хуже. Они очень тоже вкусные. Так что так. Только это надо как-то правильно порезать. Не сильно крупно, потому что корзиночки маленькие. Чтобы оно хорошо все помещалось. Вот такая у меня идея. Вот такие блюда, как грибы, а что если я их сегодня приготовлю? Я их приготовлю и в тарелочке, в мисочке или в коробченочке какой-то поставлю в холодильник. Мне завтра меньше готовить. Правильно? Да. То есть такие вот, которые холодными закуски подаются, можно их сегодня приготовить. Ну, естественно, не салаты. Салаты завтра. Главное, что я все поварила на салаты. А, и еще мне сегодня я буду солить эту семгу. Лосось или семга. А, я вчера ночью уже спать ложусь, мне что-то в голову взбрело. Думаю, этот, папка, ты под елкой сидишь, не видно, только елка колышится. Этот. И я что-то вопросом задалась, а чем отличаются лосось и семга? Ну, я, например, не знала. Думаю, а что ж я купила? Я даже название не посмотрела. Это у меня лосось или семга? И в интернете посмотрела, и там объясняется, что многие путают. На самом деле это одна и та же типа рыба. То есть есть семейство лососевых или лососевых? Как правильно? Позавязал, блин. Развязал? Да. Вот. То есть правильно не лосось, а семга получается. Я так поняла, не знаю, правильно или нет. Так, так. Еще надо будет там на балконе убрать и вынести туда комфорт охлаждаться. Да что ж я так завязал, блин, каждую завязал, блин. Она и так бы никуда не делась. А? Сдуру. Ну ты на всякий случай. Оно у нас, скорее всего, не завязано, а закручено. Оно ж на проволочке. Может просто оно закручено? Нет, завязано. А-а-а. Ну это ты, да. Узлы вяжешь тут на елке. Слушай, а ты помнишь, как мы ее забивали туда, в эту подставку? Мы теперь ее вытащим? Да вытащим. Элементарно, Вася. Так, и Деда Мороза тоже сюда. Он вместится. Смотрите, такой вот. Вот. Вся ящик. Та-дам. Поместилось. Старость и радость. Спина. Не знаю, закроется он с Дедом Морозом или нет. Ладно, потом разберемся. Так, все. Все жары. Все. Я уношу. Я вообще, чтобы он не мешал. Пока вот сюда. Да, да. Видимо, хорошо ее. Да, я же тебе говорю. У меня еще надежда, может она усохла, да вытащится таким-то образом. Да не, мы сейчас лупанем и собьем ее. Как в березе, так и собьем. Сейчас можно. Надо ее положить, наверное. Понимаю. Нет? О, ребята, какая елка. Прощай, Боже. Да, я тебя обниму. Хорошая елочка, да? Да, такая прям большая, большая. Так. Подожди, подожди, люстра. Тихо. Слазит? Да, слазит. А, слазит, да? Потихоньку. Есть. Оп. Ну все, давай на стенку обобрем. Да давай я сразу внизу. Нет, тебе ж одеться надо. В подъезд? Да. Ну да, она пол подъезда сейчас заявила. Ну и, что бы сказать, радует соседей. Смотри, не испачкайся к самому. Потому что её фиг отстираешь. Понятно. Боже, тут уборки, ребята. Мусора столько. Углинители можно убирать. Ласкино говно лежит. Сейчас я всё это буду убирать. Какашки я вам не буду показывать. Какашки. Сейчас я вам покажу, как мусор на блин. Сейчас, подождите секунду. Я камеру сниму. Ага, руки мокрые сейчас. Об себя вытерла руки. Ай-яй-яй. Всё. Смотрите, сколько места стало. Тут и шарики, и мусор, и молотки. Всё на свете. Сейчас мы будем... Вот этот диванчик мы уносим. Вот этот переставляем вот сюда. А туда ставим другой, который у нас в комнате. И стол у нас становится наоборот. Вот так вот. Собачий, да? Устроили здесь столовую. Они же там раскидывались. А, кости это да. Это вчера она ела. Я же сегодня ещё не подметала. Оно под диванчик затаскивает. И там их хавает. Калатника, да? Да. Трескает. Всё. Только эти веника там какашку не подметай. Там лежит за дверью. Хорошо? Не надо. Я сейчас уберу чем-то. Какашки не будут. Веник мне не надо. Веник не болит, да? Да. Обговнять. Обговнённый веник будет, уже ничего не сделаешь, да? Конечно. Придёшь её выгласить, да и всё. И новый купить. Выкупать другой. А жалко. Жалко. Я только к нему привыкать начала. Хороший веничек. Ой, ещё надо диванчик. И будет красотишка. У нас тут Сонька накрошила, блин. На этом самом неохота вытряхивать. Стиралка не работает, чтобы постирать. Поэтому так. Ох. Крошки. Давай. Ну-ка держи. Ох. 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 Сейчас он клашенные угла с одной. Ну да. Собираем чуть-чуть. Вот Сонина. Опа! Все. Сейчас мы его будем передвигать. Ковер. Ну, вкусно. Ну, почему бы нет? Все, классно. Все, хорош, хорош. Пара волосков. О, как новенький. Угу. Все, передвигаем. А, погоди. Я думал, начальник не все. Вот это у нас... Куда его мать? А черт его знает. Не подумал. Давай сюда пока задвинем. Вот так. Он же тоже тут нужен. О, надо веник, наверное. Еще раз убрать. Давай. А я лягу-прилягу. Давай. Блин. Я что-то вспомнила, папка? Что? Как у нас раньше, помню, на съемной квартире. Или на однокомнатной. У нас ковер на кухне был. Это жесть. Да. Помнишь? Помню. Вот так уграждался, блин. Это же просто ужас. Вот так вот надо ее передвинуть. Так. Аккуратно. Не больше туда. Тут же диван шарит. Еще, наверное. Слышит, а потом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребята. Все, мы с Славкой пошли за диванчиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я лягу-прилягу. Что там? Не знаю. Давай, как он? Гостинца в стороне. А у нас не был он ничем застелен, да? О, иди что? Подожди, надо полиснуться. Полиснуться. Полиснуться? Да. Слушай, а эти же подушки там были, а теперь этих бежевых-то нет? Сюда. Так. Сейчас что-то будем придумывать. А у нас еще есть вот такая штука. Он, конечно, старый. Его давно пора заменить. Но сейчас у нас в приоритете стиралка. Потом все. Да. Так, все. И несу полисос, мам. Вот так вот пока. Пока так сделаем. А там дальше разбиваемся. А, папа шпылисосить хотел. Что я делаю? Ты мне сказал, я тут же забыла память как у рыбки. Ребята, я спалила собакам кашу. Малеха, пригорела она. Но я быстренько, чтобы спасти ситуацию, перелила в другую кастрюлю. Ну, мне кажется, запашок у каши все равно чуть-чуть гореть. Я не знаю, будут они есть или нет. Короче, спалила. Что? Пока елку помогала. Будут. Это надо деваться. Нельзя, я бы не стала. А если бы хотел есть, съеду. Разница в том, хочешь ли ты есть или нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше, что делать? Ставим его куда? Да. Пока что в коридор. Там ящик стоит. Давай стол переставим. Беремся, надо выделить. Ну, выделим что. Но он не должен быть, стол постоянно чистый. У кого ты видела, постоянно чистый стол. Так, все. Жалко, что отсюда не вещается эта лавочка. Нет, поместится. Есть в коридоре место. Поместится впритык, если все. Нет, нет, нет. Нацеление не наступит. Там говно! Ну и что? Нет. Ну, дверь надо, чтобы она открывалась. Закрывалась. Оп. Аккуратно камера. Чик, 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 чик. Привет. О! Хоть будет где обуваться садиться. Прикольно. Мне нравится. Тут не свистит эта рыжая дрымба. Мы ее застелим какой-то другой. Погоди, погоди. Мам, не дёрзай. Чтобы не порвать линолеум. Все. Нормалек. Вот так вот, ребятки, у нас получилось. Ну, как было. Только блин. Ты видишь, как не хватает этих подушек? Надо их, наверное, в ателье отдать все же. Хотя шейная машинка есть. Надо просто купить этот материал. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Погоди. Так, теперь с говном. У нас и штата было мимо коробки, а? Ой, Ласа, кормишь-кормишь тебя, а ты только гадишь. Та-дам! Та-да-да-дам! У нас один. Линочка со школы пришла. Линочка сядет со мной. Нет, нет, не хочет. Так. А, недавно мне писал, Фифитрон писал. Юля, а что это у тебя за шнурочек висит? И заметила ж, заметила, это шнурочек. Короче, вот здесь вот к футболке приделаны вот такие шнурочки. Можно взять и себя вешать на куда-то. Вот так. Не знаю, для чего эти шнурочки. Я их забываю обрезать. Это для вешалки, скорее всего, да? Наверное. Для чего они пришитят? Ну да. И это у меня просто шнурочек так вот висел. И заметила, и вижу, что это за шнурочек. Ага, ага. Обычные пришиты. Надо их обрезать, они постоянно у меня выпадают. Так, обед. Доедаем суп, потому что холодильник полный всяких продуктов. Вообще все вываливается. И эта кастрюля мешает. Разделила между Леной и папкой. Тоже такой. Густой, да, согласна. Но ничего, зато вкусный. Да. У меня вот этот овощной. Угу. Овощной супец. И здесь нарезка, этот, грудинка, колбаска, хлеб, оладушки. Аджику папка пробует, которую я, это домашняя, покупала. Все. И мы обедаем. И с утра мы не досмотрели Олю, корень Шаповаловых. На ладушки. Да, ладушки еще. Шаповаловых не досмотрели утром, потому что длиннющая видос. Вот вторую часть включили. Сейчас еще будем посмотреть, послушать. И все. А потом Леночка кушает, уходит в художку. А мы продолжаем готовить и убирать. Угу. Да. День такой... Капец. Так, ребятки, готовлю дальше. Теперь на очереди у меня обжаривание грибов. Вот так вот я вешала. Я не знаю, мелко, крупно, короче, вот такими разными кусочками. Они, кстати, такие упругие, такие классные. И пахнут... Мне почему-то показалось, что они пахнут больше, чем шампиньоны. Может мне так кажется. Обжарю просто с луком и добавлю чуть-чуть буквально сметанки, протушу. Такие грибочки. Сейчас у меня плита разогреется. И потом дальше погнала готовить. О, полная сковородка получилась. Но они сейчас усядутся. Они сейчас спустят сок. Уйдет из них вода. И уляжется будет ровно вот в половину, наверное, сковородки, а не такая полная. Ну, кстати, пахнет очень даже, очень даже ничего. Я лука немножко добавила. Сейчас какие-то приправы добавлю. И будет вкусняшечка. Короче, написала мне Олечка Шаповалова, спасибо тебе. Я предупредила насчет этих корзинок. О, что у меня камера свет так плохо набирает. Вот. Вот эти вот корзинки, ребятки, которые я... Сейчас, сейчас, сейчас. Блин, не могу положить, чтобы не высыпались. Корзинки, которые я покупала, это вафельные. Сейчас покажу, как они выглядят внутри. Смотри, как раз открыла. И Олечка не написала. Юля говорит, смотри, туда не ложи ничего такого влажного. Иначе они, ну... Она один раз положила паштет. И они, я так понимаю, размякли. И непрезентабельный вид. И невозможно их, короче, ну, наверное, взять. Это же вафелька, да? Слушайте. А грибы, они как раз же будут в сметане. Короче, не катят мне эти корзинки. Наверное. Я не знаю, что делать. Но у меня есть... Возиться с тестом. Как мне корзиночки? Я не хочу бежать покупать. Или купить эти самые... Из песочного теста есть корзинки. Или можно сделать с самой корзинки. Знаете, из чего? У меня слоеное тесто замороженное есть. Можно сделать такие импровизированные корзиночки. Короче, не знаю, что делать. Или просто так вообще, что я задумала эти корзинки. Может, просто грибы подать в сметане, да и все. Короче, не знаю. Пока что у меня под вопросом. Но я... Знаете, что сделаю, наверное? Когда они потушатся, я одну корзинку наполню не горячими, когда остынут. И пускай она пару часов постоит. И я посмотрю, как оно, этот самый. Может, они у меня не получатся жидкие. И плюс не горячие, а холодные накладывать. Может, будет держать. Короче, я на одной корзинке поэкспериментирую, попробую, чтобы понять завтра, что мне с ними делать, с этими грибами. Ну, как-то так. А сейчас буду курицу мариновать. Так, ребята, грибочки готовы. Получились очень вкусные ребята. Знаете, что? А мне больше понравились, чем шампиньоны. Такая вкусняшка. Они такие хрустящие. И делаю бутерброды, горячие бутерброды в духовке. Я их сегодня приготовлю. Завтра просто разогрею. И все. Как это, прийти к артистам домой и не понесть бутербродов? Естественно. Бутербродики. Все, бутербродики готовы. Вот. Такая красота получилась. Поджаристые. И что мне нравится, я включаю только верх. И благодаря этому сам хлеб, посмотрите, насколько он мягкий. Такой вкусняшечка. Смотрите, ребятки, я одну сделала, короче, на пробу. Значит, грибы остыли. Я взяла в корзинку и холодные грибы положила. Сверху просто два кусочка сыра, ну, пластинки сыра нарезала. И в микроволновку ровно на 30 секунд. Но это одна штучка. Ну, не знаю, оно помягчило, корзинка. Низ вот так вот выглядит. Но он мягкий стал, низ. Ну, короче, пускай она у меня вот так вот на столе прямо постоит часик. И посмотрим. Если что, ну, я так хочу использовать эти корзинки. Ну, оно симпатично, правда, смотрится? Ну, еще если какой-то зеленушечкой украсить или чем-то ярким, красненьким, вообще симпатично. Грибы обалденные, очень вкусные. Это берешь, кусаешь, как бутербродик. Вот. Если оно, ну, расквасится за это время, там, за час, то, значит, я без микроволновки насыпаю в них просто холодные грибы. Это же холодная закуска. Холодные грибочки, ну, с холодильника, да, уже тушеные. И сыром мелко-мелко натертым просто посыпаю, без всякого нагревания. Ну, как-то так посмотрим. Ну, так вообще симпатичненько, ну. А, и еще, я же сегодня отварила эти макарошки Сергею и Леночке на ужин. И оставался у меня фарш от бризолик. Я сделала вот такие вот. Вот. Сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По пять штучек на каждого. А если что, бризольки есть, бутерброды догонятся. Подливку сделала, потому что Сергей макароны без подливки не ест. Вот такая вот штучка. Совсем чуть-чуть, чтобы съели, съели и забыли. Все, чтобы ничего не осталось. Лена спрашивает, во сколько я родилась? А мы с папкой, помнишь, где-то около десяти? Или полдесятого, или десять? Ну, что это такое? Или чуть позже даже, не знаю. А, да. Позже, наверное. В начале одиннадцатого. Тебе еще продолжали делать операцию. Да, да. Лена, может, минут двадцать одиннадцатого где-то. А ты со мной лежал, Лен. Да. Ты что, не помнишь? С папой лежал. Смотрите, прикол. Время полвосьмого вечера. Лена только что пришла с художки. Я в шоке, как долго, Лена. Так, ужин. Вот, макарошки с такими. Ну, можно тефтельки назвать, не знаю. Фрикадельки. Вот. Это, кстати. Да, давай, пап, делай. Стоит, ребята, края нормальные. Хрустящие, твердые. Низ стал, вот, видите, он мокренький. Но, в принципе, не разлазится. Так что, я думаю, что можно. Вот. Просто он влажный низ. А бока хрустящие остались твердые. Так что, нормально. Что, Доня? Я в семью в инстаграме сделала отсчет времени. На двадцать пятое число. Через сколько день рождения, типа? Да. Через четыре часа. У-у-у. Да. Прикольно. Я помню, я сегодня утром встала. Семнадцатый. До день рождения семнадцать часов. Так, все, Леночка, приятного аппетита. Будешь кушать. Лена в художке нарисовала новый рисунок. Держи, держи, я сейчас ближе покажу. Слушай, ну прикольно. Это чем? Это гуашь. Ага. Вообще, надо ночь и день, но я не успела. Это у вас там полы такие? Да. Да? Слушай, как у нас дома похоже. Смотри. По-моему, такие же, да? Похоже. Немного темнее. Темнее, да. Ну, молодец. Очень красиво. Умничка. А руки, а пальцы в красках. Зеленый большой палец, вон. Давай, иди, руки мой. Саняточки на улице идут гулять, мои девочки, мои хорошие собацки. Собацки хорошие. Сейчас папка еще елку вынесет, она у нас в коридоре, там прям лежит в подъезде. Огромная. Ты ключи взял? Да. Все. Ой, а что вы там ей массажей прям устроили? Классная девушка. Соня, нравится тебе массаж? Вот так вот. Ладушки. Ладушки. Все, идем, Соняка. Давай. Да, да, да. Ну, конечно. Она сейчас перешугается, наверное, елки. Может, плитк не закончится ходить? Нет, нормально. Там она огромная. Сейчас вы там с елкой прижметесь. Та-дам. Ага, лифт надо ждать. Да, ты главное в это не испачкаться. Ого, какая большая. Соняка. Куда? Она домой идет. Иди, иди, иди. Давай дверь закрою. Она в шоке. Скажи, обычно мы вдвоем ходим. А тут какое-то дерево. В джунгли. Ой, а пахнет до сих пор. Слушай, какая она огромная. Вообще классная елочка, да? Да. Обалденная. Жалко. Жалко очень, да. Если бы не день рождения стоял бы. Да. А что, конечно. Соняка, все хорошо? Ты что там в джунглях? Собачука. А сейчас первая зайдет. А как ты ее туда втискиваешь в лифт? Ого. 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 Не так-то просто, да? Ого. Там Соню не зашиби. А еще поместимся. Все. Все. О. Ого. Я думала застряли. Слава Богу. Поехали. А здесь еще горит. Прикольно. Пошли, Соняка. Алиса. Алиса. Где собачка Алиса твоя, а? Сонина. Ого. 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 А ми елку винесли, вон вибросли. Отак от пройшли просто. Ну то я бачила, що всюди вибігла. Вона ж почула, що вона гавкає. І все вже. І вона могла сюди побігти. Куди хочеш. Так я її на руки бігу взяла. А не хоче. Дойде до молодежки. І назад зразу повертається. Не хоче запіти і все. О. О. Отак о. Ви гляньте. Мужчина настояш із усами. Як мужчина. Ну я ще не бачила таку собаковано. І не гавкає там. А уси дивіться які. Хоч бери розчисуй. Я кажу бачила, але все такого не бачила. Та-дам. Та-дам. Ребята. Ужин у нас сегодня малеха поздний. Сколько час. Щоб пока все переделали. Одиннадцять часов. Двадцять тринадцять. Вот. Я доедаю суп. Да, ви напиште, що ти вже третий день этот суп ї. А куда його делу? Надо менше кастрюлю варити. Я наварила кастрюлю. Я ж не вылью. Ты меня так близко снимаєш специально. Щоб мои обветрені губи і синькими глазами. Грязно і не буті волоси. Так. Все нормально. Ну все. Последний. Мне просто я его ем. Я могла бы что-то другое. Но мне некуда кастрюлю поставить. Ребята. Холодильник затарен. Забит заготовками на завтра. У вас редко такое бывает, да? Ну да. Раз в году. Раз в году. Забит полностью. Там и картошка отварная, и свекла отварная. Все этой дребеденью. Все забито вообще. Не влазят ни бутылки охладить. Мы на балкон повыносили все компоты, вода и так далее. Торт тоже на балконе. Не тырьте торт. Это наш торт на нерождение. Останется, я поделюсь. Так. Скажут. Джадина зажала торт. Так. Чего хотела сказать. По этому кастрюлю некуда поставить. Я доедаю. Все. У меня мозг не соображает. Папка кушает. Вермишелька вот такая вот. С тефтельками. Лена не стала кушать эти вот. Они как обычные тефтельки. Просто маленькие фрикадельки. Фарш. Вот. Лена не стала есть. Она с вермишелью поела эту бризольку. Бризольку и все. Капусточка вот. Колбаска вот осталась. Укропчик. Хлебушек. И чаек ты себе сделаешь. Да еще папка? Да. Сейчас. Все. Мы поужинаем. Я еще сегодня, ребята, что-то подустала. Потому что то, то, то одновременно все делаешь. Я еще сегодня планировала помыть ванной, унитаз. Вот это все. Так я не доползла туда. Вот завтра уже. Я в принципе дофига чего переделала. Мне завтра там салаты поделать такое. Картошку запечь. Ну это духовка сама запечет. У меня же крутая духовка. Муж подарил. Ё-моё. Поэтому она сама картошки я покладу, а она запечет. Вот. Так что завтра я думаю, что успею. Гостей мы на завтра пригласили на 5 часов вечера. А оно время пролетит быстренько, пока я салаты нарубаю. То есть все. Да, да. Себя что же надо в порядок не забыть привести. Ну конечно. Вот. Обычно каждый год… Ты устал держать в там? Нет. Обычно он тяжелый. Каждый год Лена приглашала несколько одноклассей. Там 2-3 человека домой. Но сейчас они уже взрослые. Не по приколу уже с родаками типа сидеть. Со взрослыми. Вот. Они любят пойти где-то по городу. Вот. Я ей предложила, мы предложили пойти в пиццерию. Заказали бы ей пиццу там. Конечно. Пошли бы с девчатами там час, второй посидели. Не хочет. Ой, только не кафе. Она такая же как мы. Только не кафе. Только не это. Знаешь. И она тоже… Дети всегда набираются от родителей. Не говоря. Она уже сколько лет в детстве натаскалась с нами по свадьбам, по этим банкетам, по кафе, ресторанам. Молодь. Только нет. Я там себя чувствую как на работе. Вот. Не хочет. Им сейчас по приколу просто побродить по городу. Погулять. Поэтому они завтра идут. Там во сколько в обед. Не знаю. На пару часиков мы даем ей бабло. И они пойдут погуляют там уже сами. Что хотят, пускай, то и покупают. День рождения есть день рождения. Да? Да. Вот. А потом вернется и будет мне помогать. Так что так. Все. Я все сказала. Я устала просто, Малеха. Но все нормально. Я держусь, ребята. Настроение есть у меня. Я сейчас поеду и стану хорошей, доброй. Так. Все. Кушаем. Готовимся ко сну. Потому что надо набираться сил. Ложиться в спадке. Папка видос смонтировал. Утречком загрузим. Все будет. Все будет. Видосы будет. Все будет окей. Да. Все, ребятки. До новых встреч. Пишите. Звоните. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока. Ты меня близко снимаешь. Ты меня близко снимаешь.